Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня у нас в студии первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца Московской области. Партия «Единая Россия», фракция «Единая Россия». Наш постоянный участник, с которым мы не раз здесь встречались, Александр Леонидович Лопак. Здравствуйте, Александр Леонидович. Здравствуйте, Николай. Да, рады вас приветствовать. Ну что, собственно говоря, потихоньку выбираемся из пандемии. Вроде бы жизнь, как говорят в таких случаях, налаживается. Налаживается ли она у депутатов? Ну, она у них была налажена. Как сейчас дела обстоят? Как работа по возвращению, так сказать, к нормальной жизни? Есть ли уже какие-то контакты? Или частично удаленка сохраняется, частично уже очные встречи проходят какие-то? Ну, депутаты все работают очно. Единственное, что мы еще советы проводим в связи с постановлением губернатора по видеосвязи, по видеоконференц-связи. Потому что у нас есть часть депутатов, которые выше 65 лет. Поэтому ждем отмены постановления губернатора. А депутаты уже в полной работе работают, как и работали. Ну, понятно, время сейчас остается у нас в хорошем смысле пережить февраль. Там начинается весна. За весной придет лето. А там уже и глобальное, собственно, главное, наверное, политическое событие и социальное событие – это выборы в Государственную Думу. Наверняка все партии уже так или иначе к этому готовятся. Но я знаю, что, помимо всего прочего, вы поучаствовали в проекте, который называется «Федеральный политстартап». Что это такое? Это федеральный проект партии «Единая Россия» «Политстартап». Он проходит по всей стране. Были поданы заявки для участия в данном. То есть основной этап – это подача заявок с описаниями своих проектов, которые ты реализуешь здесь, с описаниями то, что ты уже реализовал. Такое портфолио политическое. Да, да. Плюс там не просто с описанием, а где это было опубликовано, какой был результат. С доказательствами. Да, скажем так, с доказательствами. И несколько тысяч заявок было подано по всей стране. И отобрано 200 человек для обучения в высшей партийной школе. Разделено на 4 потока. Это является финалистами, они являются победителями. Но это все имеет отношение к фракции «Единая Россия». Да, это все имеет отношение к фракции «Единая Россия». И я ездил на данное обучение. Мы практически неделю там обучались. И из этих 200 человек отберется 50 человек, которые пойдут на предварительное голосование выбора депутата Государственной Думы. Но сейчас еще идет поток. Кто пойдет в эти 50 из 200, никто не знает. Мы в 200. Мы в 200. Это финалисты-победители, да. А из них, они 200 всем будут даны консультации. И сейчас продолжается работа. То есть я закончил обучение со мной, и сейчас связывается с высшей партийной школой. Высшее политическое образование, можно сказать. Да. И скажите, вот чему учат, как это проходит? Что это вам дает как депутату, как политику, как человеку, который работает с людьми? Что интересно, что нового? Ну, много чего нового, много интересного. Но, во-первых, начиная с того, что учат тебя разговаривать, как нужно вести беседу, как нужно вести беседу с жителями, да, кончая тем, что статистика в целом, разбирается данная статистика, разбирается протестная статистика, почему он откуда берется, как с ней работать. Что не нравится людям, да, как разговаривать, как общаться. Какие сложности, да. И это тоже рассматривается. Ну и плюс выступление политологов, плюс выступление известных людей. Ну, мне, допустим, было очень интересно слушать выступление бывшего депутата Госдумы, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Александровича Карелина. Он приезжал, мы с ним пообщались. Было очень интересно. Буквально там, по-моему, часа полтора провели в беседе. Обменивались опытом. Да, обменивались опытом. Он обменивался, мы ему задавали вопросы. Он рассказывал, он же входит в Высший политический совет партии «Единая Россия», рассказывал о том, как партия создавалась, как шло объединение партии. Вот если кто помнит историю, это же партия «Единая Россия», она создана на объединении. Если сейчас мы знаем прекрасно, есть тенденции к разъединению партий, то как раз «Единая Россия» идет к объединению. И благодаря этому партия является ведущей в нашей стране. Я так понимаю, что там рассматривалась некая тема политического строительства, даже вплоть до математической модели, как выстраивается работа. Но я так понимаю, что речь идет о какой-то глобальной подготовке. Все-таки выборы в Госдуму – это серьезный этап. И ведь здесь не только дело в депутатах и в вас, как в тех людях, которые попали в две сотни самых лучших, я так понимаю, отобранных, в хорошем смысле этого слова. Но и наверняка каждый из вас приносит какие-то свои рассказы о тех проблемах, которые существуют, и как-то они тоже там обсуждаются. Правильно я понимаю? Да, 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 так и было. Ну, немножко чуть-чуть в другой интерпретации. Ну, например, нам давали некие задания на обучение. Мы эти задания тут же должны были описать, сделать проблему, как ее решить, эту проблему. Плюс дать идею, чтобы эта проблема больше не появлялась. Я не буду сейчас рассказывать в деталях. Это уже все-таки… Да, а вот эти моменты задания были даны. Плюс это можно было не просто сделать, решить, а еще и схематически были моменты изобразить. И донести эту информацию до жителей. Хорошо, вот теперь такой вопрос. Когда следующий этап, выход в эту пятидесятку? Вот сейчас еще две недели обучения, еще там потоки идут, где-то к концу февраля будет. Это в Москве все проходит. В высшей партийной школе. В высшей партийной школе. Хорошо, еще такой вопрос. Вот вы же пообщались там с разными депутатами. Вот какое настроение у людей, вот ваших коллег, которые вот эти 200 человек, из каких они мест приехали, ну, как-то вы там, наверное, общаетесь, что интересно вот в этом плане? Ну, я могу сказать, приехали со всей России, с Камчатки, с Кноярск, с Дагестана были. Мы со всеми, конечно, там пообщались, обменялись мнениями. Ну, я могу сказать, что у нас в Люберцах здесь по сравнению с другими регионами все очень хорошо. В плане партийной линии и других многих моментов. И решение тех вопросов, которые оперативно решаются. То есть та команда. И вообще, я хочу сказать, что став победительным финалистом, это не моя заслуга. Это заслуга всей команды городского круга Люберцы. А что касаемо проблем, которые сталкиваются в регионах, я могу сказать, что у нас эти проблемы решаются на раз, два, три. Но есть определенные положительные моменты, то есть специфики региона, специфика округа, того, откуда приехал депутат. Они подстраиваются под это. И у них есть тоже свои идеи, свои ношенства, которые они там реализуют. А вот такой вопрос. Планируется ли, может быть, не в этот раз, а вообще? Все-таки это интересно, когда собирается со всей страны будущее некоего глобального федерального депутатского корпуса. Потому что понятно, что речь идет о фракции «Единая Россия». Но кто знает, люди потом могут поменять. Но все равно есть какое-то партийное обучение. И куда-то не возили ли вас, не показывали что-то на каких-то кругах, может быть, в Москве? Нет таких поехать посмотреть, как работают депутаты? Обмен депутатский. Депутатский обмен проходил в рамках, вот у нас 50 человек, в рамках лекций, в рамках общения, в рамках определенных задач. Мы все обменивались мнениями, задавали другу вопросы. У нас даже дебаты были, проводили мы там. Дебаты, да. У нас были дебаты, мы брали темы определенные. И у нас были дебаты. И потом были судьи, причем, что самое интересное, судили нас люди, которые не в зале находятся, а за залом. А, то есть не было тактильного ощущения. И определяли, кто победил, кто нет. Я бы не буду сейчас рассказывать, о чем там было. Но мы команды участвовали в дебатах. Мы были нейтральными. А там на команда делились. А команда как собиралась? Путем жребия или как-то вы делились? Я не знаю. Они делились на команду, не я делил. А, не выделились. Хорошо, давайте вернемся к тому, что вам может дать вот этот политстартап и вам, и вашим коллегам, даже если они не попадут в 50 лучших, кроме, понятно, что там есть возможность участвовать, как вы сказали уже в выборах на федеральном уровне. Вот вам что дает это для того, чтобы в Люберцах было еще лучше? Во-первых, те знания, которые я там получил, я уже принимаю их на практике, здесь эти знания, это прежде всего. Ну и, конечно же, я зарядился вот этой энергией, которая там была, теми идеями, которые идут у нас здесь. Ну и самое главное, конечно же, это я хочу донести до всех жителей нашего округа, что у нас есть один лидер в стране, это президент нашей страны. И то, что сейчас приходит в стране, я считаю, что мы должны прежде всего поддержать нашего лидера, нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вот это я хочу донести нашим люберчанам и нашим жителям округа, и всем, кто нас сейчас слышит. А вот на этой встрече были у вас какие-то занятия, может быть, тренинги, все-таки выборы в Госдуму, выборы в местные органы власти? Ну, выборы у нас бывают разные. Тем не менее, не было ли там тренингов, как соперничать с другими партиями, как знакомиться с их программами, как, опять же, вести политическую борьбу? У нас была программа в этой программе, и это тоже было. Я не могу вам сейчас рассказывать, за то, что там происходило. Да, да, да. Были эти моменты тоже. То есть не только вы говорили о собственной партии, но и смотрели, как занимаются другие партии. Я же сказал, была и статистика определенная, которую проводили по этой статистике, там видно вообще, как у нас уровень жизни ведет, и какая потребность идет у жителей. Понятно. Хорошо. Вернемся к нашим родным люберцам. Вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что проблема какого-то политического обучения, может быть, звучит громко, да, или можно бы даже сказать социально-общественного обучения, да, Наверное, не очень хорошо, на мой взгляд, построена. В том смысле, что многие, особенно совсем молодые люди, а вот попробую выйти, спроси, какие у нас партии, да, присутствуют в Государственной Думе. Не каждый назовет. Вот в партии «Единая Россия» есть на сегодняшний день задача познакомить молодых, которые только-только подрастают и начинают смотреть, что происходит на телевидении, в интернете, познакомить со своей программой, с какими-то своими особенностями, со своими, скажем так, девизами, направлениями? Да, конечно, это работает, вы все правильно заметили, все правильно сказали, и у нас не только есть электорат, который ходит голосовать, вы видите прекрасно, что происходило сейчас в Москве, да, и в других городах. Если мы посмотрим там статистику, то основное – это молодежь. Это молодежь, начиная, ну, скажем так, большая молодежь, там, с 18, самая активная, 26 лет, потом идет менее активная и так далее. То есть это там молодежь, которая только-только идет на выборы. И, конечно, когда им в умы дают другую информацию, которая, не зная того, что делает наше государство, что делает наш президент, то, конечно, вот эти брожения, которые начинают происходить, они мешают им в дальнейшем, ну, они начинают колеблеться в определении тех или иных своих политических взглядов. Поэтому партия «Единая Россия» не только это обязана делать, но она это и делает, вот, доносит. У нас же есть, вы знаете, прекрасно и молодежное крыло партии, это молодая гвардия, которая… Ну, что-то в последнее время они как-то не очень хорошо слышно. По крайней мере, на федеральном уровне я внимательно слежу, как-то тихо. Ну, я не могу сказать, что тихо. Молодая гвардия еще погружена в работу волонтерства. Вот есть умы, которые входят в молодежь, которые пытаются сбить ее с толка, вот, они только болтать могут. А молодая гвардия, та, которая реальная крыло партии «Единая Россия», она работает, она помогает людям, ходит, волонтерит. То есть, понимаете разницу? Хорошо. Ну, и еще один вопрос перед тем, как мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашим родным люберцам. У меня такой вопрос. Но вот то, что происходит в Москве и в других городах, все равно партия «Единая Россия», наверное, должна услышать какие-то запросы, какие-то возможности, увидеть, что есть какие-то проблемы, может быть, которые она прекрасно знает. Но вернуться как-то к их решению, к их обсуждению, тогда, может быть, количество этих людей уменьшится, которые ведут себя так. Я думаю, что да. То есть, надо разговаривать? Ну, она это делает постоянно. Постоянная власть, власть же, открытая власть у нас. Вы же видите, у нас проводится, глава постоянно встречается с жителями, проводят встречи, выезжают, замы выезжают, депутаты выезжают. Не только у себя на округах, они постоянно ведут открытую власть. У нас работает, сейчас век информации, информационная платформа работает, в том числе у «Единой России», у «Единицы» партии создана информационная платформа «Избиратель и депутат». Вся депутатская деятельность на ней освещает, любые жители могут зайти и посмотреть. Более того, я вот подсказываю жителям, если какой-то вопрос сложный, и он хочет оперативно решить, он пишет именно в этой избирательной депутат. Вот давайте, как раз мы сейчас сделаем перерыв, и вот эту схему еще раз напомним, вы о ней уже у нас рассказывали, но нам ничто не помешает еще раз об этом рассказать. Напомню, что это программа «Открытый диалог», и продолжим через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог», и здесь у нас в студии первый заместитель председателя сайта депутатов городского округа Люберца Московской области, естественно, Александр Шлопак, наш гость, который часто бывает здесь у нас в студии, рассказывает о самых разных событиях, которые происходят и в депутатском корпусе, и в городском округе Люберца. В первой части мы говорили о его участии в федеральном политстартапе, довольно интересная такая история, посмотрим, что из этого получится. Понимаете, всегда, наверное, интересно, чтобы молодые кадры, которых, безусловно, очень много по всей стране, которые приходят на смену или вливаются в опытные, скажем так, ряды, ведь потому что всегда хочется что-то нового, и тогда, возможно, любые изменения будут проходить гибче, мягче и лучше для всех нас. Но все это делается для жителей, в том числе и городского округа Люберца. Я не могу, как у первого заместителя, не спросить, чем сегодня живет депутат Советов и что планируется сделать в этом году, тем более, что вроде бы как пандемия нас немножечко попустила. Во-первых, сейчас депутаты отчитываются перед своими избирателями за предыдущий год. Во-вторых, у нас сейчас активная работа у депутатов идет, это работа с избирателями, со своими, выполнение тех наказов, которые поступали в период пандемии, которые идут сейчас. То есть депутаты сейчас эту тему отрабатывают. А в-третьих, у депутата продолжают заниматься волонтерской деятельностью. То есть волонтерская деятельность не останавливается? Она никуда не делась. Потому что есть люди, которые у нас в силу ряда причин по-прежнему в соответствии с определенными документами остаются дома, как мы это словосочетание выучили. Но, тем не менее, есть ощущение, что процентов на 80 мы возвращаемся к такой, если не обыденной жизни, то более-менее позволяющей и учиться, и работать. И вот в плане этого, насколько депутаты сегодня, отчитываясь, все-таки получают, узнают какие-то проблемы. У кого-то, может быть, с бизнесом проблемы, потому что была пандемия. Мы знаем, что правительство выпустило ряд законов, ряд всевозможных постановлений для того, чтобы облегчить эту ситуацию. Кто-то, может быть, обращается в связи с какими-то медицинскими проблемами, которые не только с ковидом связаны. Вот эта работа продолжается в таком режиме быстрого реагирования? Ну, конечно, все это продолжается. Работает волонтерский штаб на базе «Единой России». Все заявки отрабатываются, которые поступают не только в штаб «Единой России», но и поступают и в соцзащиту, и в молодежь вместе с депутатами. Ситуация вообще ухудшилась после того, как мы вышли из ковида? Я имею в виду, все-таки многие, наверное, люди что-то закрыли, где-то сократилось количество рабочих мест. Вот какая-то есть у вас информация? У меня нет такой информации. Нет такой информации. Люди живут, обращаются, проблемы есть, проблемы решаются. И те, которые были, и которые появились в процессе, они всегда будут. А еще такой вопрос. Мы слышали на уровне президента, на уровне правительства Российской Федерации по поводу мониторинга цен в магазинах, вообще ценовая политика. Вот депутаты каким-то образом на уровне Совета депутатов городского округа могут как-то повлиять на ценовую политику, разговаривать с бизнесменами, с теми людьми, которые, может быть, где-то действительно немножко цены завышают? Ну, я могу сказать так, что, во-первых, у нас в администрации ОКГО создана комиссия по тарифам, начиная от ЖКХ и вывоза мусора, тариф, и кончая другими услугами, которые поставляет ресурсно-снабжающая организация. Депутаты входят в эту комиссию, я вхожу лично в эту комиссию. Эта комиссия рассматривается на основании чего, если повышать цену, то есть какой аргумент, где-то понизить цену, где-то цену удержать на месте. И приводятся аргументы законодательные, обоснования. Если это обоснование недостаточно, то цена не поднимается. Если это обоснование есть, то идет голосование. То есть не просто так мы селешили, а идет голосование, кто за. Что касаемо цен, которые идут в магазинах, продукты питания. Вы же представили меня, что я возглавляю фракцию «Единая Россия» в Совете депутатов. Вот депутаты фракции «Единая Россия» закреплены за партпроектами, которые реализуются в партии «Единая Россия», не только в округе, но и по всей стране. И там есть один из партпроектов «Народный контроль». Мы с депутатами в рамках этого проекта минимум два раза в месяц ходим, первое, смотрим аптеки по наличию лекарств, особенно в рамках пандемии коронавирусной. Это вот Анапривир, Фанапивир, вот эти лекарства мы рассматриваем, есть ли они в наличии. Второе, мы смотрим цены на эти лекарства. Третье, мы ходим в магазины, смотрим цены на продукты, которые идут в первой категории, скажем так. Смотрим, насколько они соответствуют тому, что было правительством рекомендовано. Вот смотрим. То есть мы постоянно находимся в мониторинге. Хорошо. Но вот вы приходите, например, условно говоря, и видите, что десяток яиц стоит 100 рублей, а он должен стоить хотя бы 60, уже 50 вряд ли, но хотя бы 60, самый дешевый вариант рассматривает. Вдруг 100 рублей. Как вы, как депутаты, можете повлиять на человека, который в магазине продает яйца по 100 рублей? Вызываем на комиссию, можно вызвать, поговорить, во-первых, с директором, почему такое ценообразование, а если это какой-то не сетевой магазин, в связи с чем это связано. А если сетевой, вы можете под документ куда-то отправить? Конечно, да. Во-первых, у нас есть бланк народного контроля, мы пишем запросы, можем написать в министерство области, и они смотрят на основании чего, и потом нам дают ответ. Либо это нарушение, да, обоснование. И там уже может быть вплоть до подключения органов, правоохранительных органов? Правоохранительных нет, это все-таки административное нарушение, но штрафы могут выписываться. Да, но обоснование, да, если там, как говорите, яйца там стоят 60 рублей, 100, а если там выкладывают за 150 яиц, ну мало ли так, примерно. Нет, ну разные магазины есть, понятно, но мы понимаем, о чем идет речь. Еще такой вопрос, все, что касается социальной защиты населения. Да, сейчас это все работает, да, все, я имею в виду, все, что необходимо, у нас уже есть возможности перемещаться, да, сейчас вот карта тройка пришла в Московскую область, да, новый такой вариант. И я так понимаю, что все, что до 65 лет, все у нас восстановилось, все льготы, в том числе и транспортные. Да, все открылось, пожалуйста, можно передвигаться, да. Идет какой-то контроль от депутатского корпуса за, ну, за здоровьем, я имею в виду, за течением болезни, потому что все-таки пандемия никуда не ушла. Проводятся ли какие-то совещания, есть ли какие-то, как-то цифрами обмениваются? Да, конечно. Как это происходит? Сейчас я расскажу, но осознанно чат, там депутаты, общественная палата, депутаты Московской областной дубы, депутаты Государственной дубы, Лидия Николаевна Анатольевна, этот чат здесь стоит, ежедневно, значит, совместно с управлением на здравоохранение нам скидывают информацию, заболела, выписывалась, выздоровела в тяжелом, в среднем состоянии, ну, кто-то умер. Вот статистика, общая статистика на сегодняшний день. Какие-то сложные случаи, какие-то неординарные случаи. Нестандартные, да. Сегодня перед вами была сегодня как раз под эгидой общественной палаты, мы сегодня собирались, сегодня проводились, мы обсуждали вопросы, вот, вопросы распространения коронавирусной инфекции, вот, то есть это создан у нас общественный совет, вот, и мы постоянно это мониторим, смотрим, что происходит в округе. И сейчас стоит острый вопрос о вакцинации. Я вот к жителям пытаюсь тоже пользоваться случаем, обращаюсь к нашим люберчанам, чтобы ответственно подошли к вакцинации, потому что есть, ну, могу сказать так, есть знакомые у меня, которые умерли от данной болезни, и когда они болели, тяжело болели, они говорят, лучше бы я провакцинировался бы. Вот знал бы, что я буду так болеть, лучше бы я сделала вакцину. Вот, поэтому смело я жителей приглашаю пройти в вакцинацию, вот, есть места на сайте, можно посмотреть, где они находятся, на сайте люберц.рф, можно, я знаю, в «Орбите» сейчас открылось, у нас буквально на днях можно повакцинироваться. Вот, то есть я все поживаю противоцениваться. Да, красиво выглядит все. Да, красиво. Да, я... Современно. Да, призываю, лучше бы повакцинироваться, чем переболеть. А вот такой вопрос, знаете, как у Высоцкого ходят слухи по домам, что, мол, придет время, когда всех заставят сделать вакцинацию. Об этом речь идет в депутатском корпусе? Нет, об этом речь не ведет, мы можем призывать, это выбор каждого... То есть добровольный? Добровольный выбор, каждого россиянина, хочет, он делает, хочет, он делает, мы живем в демократической стране. А ДОС хватает на сегодняшний день, вот, потому что мы же помним, да? Да, 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 хватает, да, сейчас вот в феврале должна выйти вторая вакцина. Вторая вакцина. Многие ее ждут, потому что считают, что она, как бы сказать, так, менее грубая, вот, ну, мне немножко сложно говорить. Ласковая. Да, ну, скажем так, она менее, да. А будет еще и третья? Будет третья, третья, вот мы сегодня как раз обсуждали про эти вакцины, вот, а третья будет, сейчас же вакцины идут, я немножко не могу сейчас термином, идут, состоят из нескольких компонентных, нескольких компонентных. Ну, первая из двух компонентов, а сейчас борются, чтобы сделать одну. Вот, будет последняя, как бы она выйдет, это будет одна, одна компонентная, да, одна. Вот, но прививки-то уже идут, у меня многие знакомые привились, и все нормально. Хорошо, а какие-то вот цифры у нас улучшаются, потому что есть общие федеральные, да, цифры, вроде бы, как лучшая ситуация, но в каждом регионе по-разному. Да, улучшаются. А мы все-таки здесь, положительный динамик имеется, положительный динамик имеется. Ну, а с коечным фондом, как, есть у вас информация, если не приведи Господи, опять что-то начнется? Ну, места есть. Места есть, то есть, достаточно? Ну, места есть, да, достаточно, да. Достаточно, то есть, вот на сегодняшний день мы научились бороться, я имею в виду, ну, если не полностью, то, по крайней мере, мы готовы к любым ситуациям, связанным с коронавирусом. Ну, мы были изначально готовы. У нас не было такого момента, что человек заболел, как в других странах, вот, и его не госпитализируют, люди не оказывают им помощь. Были сложности в коммуникации, в каких-то определенных начальных этапах, вот, но все у нас и было, и сейчас все это есть. У нас остаются две минуты, я думаю, что будет приятно услышать не только о коронавирусе, и о каких-то, может быть, вот политических проблемах, да, о которых мы говорили в начале. Все-таки интересно, площадки, дворовые территории, все, что связано с благоустройством. Скоро весна, будут проходить какие-то работы, возвращаемся мы к нормальной жизни? Ну, конечно, все, покраска, подбелить, подбелить. Что, понятно, политики, депутаты, они набираются опыта, обмениваются друг с другом опытом. Областные депутаты, депутаты федерального уровня, местные, жители на сегодняшний день вам помогают? Да, вот какие-то предложения поступают, которые говорят, да, вот это интересно. Не только жалобы, знаете, как книга жалоб и предложения. Вы знаете, книга жалоб и предложения – это одно и то же. Да, это вот выходит из жалобы, выходит сразу же предложение. То есть у нас жители, вот я сегодня тоже навстречу, я сегодня две встречи с жителями. Вот я когда там прихожу с жителями навстречу, они всегда предлагают, как это решить. Вот нам надо здесь, мы предлагаем вот такое-то решение. Вот нам надо здесь, мы предлагаем это так. А почему это так? То есть жители очень подкованно сейчас стали в этом плане. То есть они скорее помогают? Да. Ну, они подсказывают, я им говорю, да, мы так это и делаем. Или я им говорю, да, это хорошее. Или говорю, наоборот, вы знаете, немножко мы должны чуть-чуть сделать по-другому. Потому что это, допустим, не совсем правильно это делать. Ну, то есть можно сказать, что, по крайней мере, там, где работаете депутатом вы, люди знают, что у них есть депутат Александр Шлопак, который борется за них, переживает за их проблемы и старается выполнить их наказы. Не только я, но и все депутаты у нас стараются это сделать. Правильно. А это уже вопрос, как первому был заместителю. Спасибо. Напомню, что у нас в студии Александр Шлопак, наш постоянный гость, ему за это спасибо, приходит, рассказывает и по поводу своей работы, и по поводу работы, ну, так как он первый заместитель представительства депутатов городского округа, о своих коллегах. Мы надеемся, что вот сейчас вроде бы нам обещают такой хороший февраль, по-настоящему зимний. Ну, а потом весна, и будем ждать приятных уже обыденных депутатских отчетов по поводу того, что жизнь наша станет лучше. Спасибо вам большое. Александр Шлопак, напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова